Карташова Алла Фёдоровна, доктор медицинских наук, онколог и пластический хирург. За 27 лет более 7 тысяч женщин со всего мира доверили ей самое дорогое. 10 решений доктора Карташовой – это уникальный проект, в котором женская грудь находится в надежных руках. Сегодня в программе. Простое воспаление или серьёзное заболевание? Мне тогда было 17 лет, то есть я вообще не поняла, откуда это, в принципе, могло появиться. Что делать, если опухоль становится больше? Если опухоль растёт, её надо немедленно удалять. Это вот как бы не обсуждается. О чём могут сказать анализы? Организм женщины постепенно увядает, то есть выработка гормонов происходит всё меньше и меньше. Почему нельзя откладывать лечение? Мне очень важно исключить какие-то более серьёзные ситуации. Доктор Карташова знает, как решить эту проблему. Результат готов, прошу вас посмотреть. И сегодня у неё новый посетитель. Марина Буравлёва, 29 лет. Впервые обратилась к Алле Карташовой, когда начала волноваться из-за резкого роста новообразований в обеих молочных железах. Сначала девушка обратилась в первую попавшуюся клинику, но после осмотра никто из врачей не предложил грамотное лечение. Тогда Марина по рекомендации решила обратиться к доктору Карташову. Что вас привело к нам? У меня в 2006 году была фиброденома, и мне её удалили оперативным путём. Но через несколько лет появилась ещё одна, затем ещё одна. Но поскольку они меня не сильно беспокоили, они не росли, я просто была под наблюдением у врача. Но с недавнего времени они стали расти. Сейчас меня это беспокоит, и поэтому я пришла к вам. Первую фиброденому, которую меня удалили в 2006 году, я обнаружила сама. Мне тогда было даже ещё 17 лет. То есть я вообще не поняла, откуда это, в принципе, могло появиться. Она была достаточно небольшая, но такая плотная и ощутимая. Я пошла к участковому врачу, который отправил меня к онкологу, и онколог предложил удалить это в больницу. Через несколько лет опухоли начали появляться снова, но уже в правой и левой молочной железе. Некоторые из них Марина даже могла обнаружить при самостоятельном осмотре. Но несмотря на такой резкий рост опухолей, врачи предлагали лишь следить за новообразованиями и не паниковать. Врачи, к которым я обращалась, они не давали ответа, они не говорили, что с этим делать. Были варианты, там, ради, и всё пройдёт, там, ещё что-то, и всё пройдёт. Но они не удовлетворяли меня, так скажем, их ответы и их варианты лечения. К моему большому сожалению, фиброаденомы, особенно активные, растущие, они не настолько невинны, как кажется некоторым докторам, ну и некоторым пациентам, понятно. И в ряде случаев активный рост может говорить о том, что они переходят, допустим, в такое опасное заболевание, как фибросаркома. Саркома – злокачественная опухоль, которая образуется в молочной железе из разных типов соединительной ткани. Чаще всего саркома развивается на фоне листовидной опухоли молочной железы и быстро растёт. Размеры такой опухоли могут варьироваться от 1,5 см до 15 и более. Развитие саркомы начинается с появления плотного узлового образования. Появление опухоли может привести к увеличению объёма молочной железы, асимметрии, а также болезненности. Окончательный диагноз саркома можно поставить только с помощью расширенного морфологического исследования. При выявлении саркомы молочной железы назначается операция по её удалению с дальнейшим комплексным лечением на усмотрение онкологии. Мы с вами алгоритм построим следующим образом. Посмотрим ещё разочек на УЗИ, на что похожи эти образования. Плюс ещё, учитывая то, что вы говорите, что они у вас растут, мне очень важно исключить какие-то более серьёзные ситуации. Как правило, доброкачественные образования, когда они небольшие, они активно некровоснабжаются, и кровоток мы в них не видим. А вот когда уже они начинают расти, это нам даёт возможность на МРТ увидеть это образование, активное оно или оно спокойное, нейтральное и так далее. Вы придёте ко мне с результатами, мы посмотрим, как на самом деле обстоит ситуация, и после этого вместе подумаем, как нам быть. Что меня подкупило Валя Фёдоровна, то её квалификация именно то, что она хирург-мамолог, онколог и пластический хирург, то есть три в одном. Её узкая специализация и её профессионализм в этом плане, что это не хирург общей практики, да, который сегодня там кому-то из лопатки удаляет жировик, а завтра там кому-то режет грудь. Это врач, который специализируется вот именно на той проблеме, с которой я пришла. Сейчас Марина на приёме УЗИ. На экране видно, что у девушки в обеих молочных железах есть какие-то образования с довольно чёткими границами. Размер опухолей разный. Некоторые из них не больше двух миллиметров, а есть такие, которые достигают трёх и более сантиметров. По всем признакам это фибраденомы, но более точный диагноз Марина получит, когда принесёт результаты МРТ с контрастом. Результаты готовы, прошу вас посмотреть. Спасибо. Тут целая прямо книга о ваших железах. Начиная от того, что их этих образований 17 штук, от очень маленьких до весьма крупных, с активным кровотоком. Учитывая, что их большое количество, они практически заполняют обе ваши молочные железы, пунктировать каждое узловое образование не имеет большого смысла. Объясню почему. Потому что по-хорошему, чтобы поставить правильный диагноз, нам желательно даже получить не какие-то единичные клетки, а нам желательно получить столбики ткани. Если мы говорим уже о том, что гистологическое исследование в данной ситуации нам интересно, то, наверное, всё-таки я бы склоняла вас, уж извините, к такому вот хирургическому лечению этих образований. Пациентка молодая девушка, ей 29 лет, но она обратилась, в общем-то, с такой достаточно редко встречающейся патологией множественные узловые образования в молочных железах. Там максимальный размер опухоли порядка 4-5 сантиметров. Любая тенденция опухоли к увеличению, к росту, это должно насторожить обязательно пациента. И если опухоль растёт, её надо немедленно удалять. Это вот как бы не обсуждается. Скажите, может ли быть какой-то альтернативный вариант речения? К сожалению, есть много таких вот публикаций в интернете, что можно попить какие-то лекарства. Если мы говорим про фибраденом, это опухоль, это тканевые образования. И исчезнуть, рассосаться они самостоятельно не могут. Но в ряде случаев наличие, допустим, кист, которые похожи на фибраденома, могут на фоне даже просто вот колебаний менструального цикла дренироваться через проток и пропасть. Когда маленькая кисточка, в зависимости от фазы цикла, она может, в общем-то, дренироваться через проток и просто исчезнуть. И мы так иногда наблюдаем. Опасность возникновения, воспаления и разрастания в кистах возникает тогда, когда они крупные и давно существуют, и с толстыми стенками, и там какое-то мутное содержимое, которое может вот спровоцировать разрастание внутри. До недавнего времени крупные кисты убирались хирургическим путём. Эвакуация жидкости с помощью пунктирования не могла избавить пациентку от повторного появления новообразования, так как со временем киста снова наполнялась жидкостью. Чтобы как-то решить эту проблему, после забора жидкости в кисту начали вводить различные растворы для инъекций, а также спирт и воздух. Мы используем такой достаточно, я считаю, остроумный метод у нас, наш эндокриновок его использует для заваривания узловых образований доброкачественной щитовидной железы или каких-то кистосных образований, вот называется интерстициальная лазерная фотокоагуляция. Эвакуируем содержимое, по той же иголочке проводим тоненький световод, и происходит воздействие через световод с помощью диодного лазера, стеночки слипаются, и больше на этом месте кист не образуется. Если кист много, они могут воспаляться и причинять боль. А множественные крупные кисты ещё и деформируют молочные железы, что доставляет пациентке как физические, так и эстетические неудобства. К тому же в старой кисте может образовываться внутрикистозный рак. Поэтому хирурги советуют удалять любые опухоли в молочной железе до проявления злокачественных образований. Сперва образуется такое вот, как цветная капуста образования, но если долго оно существует в кисте, и ничего пациентка не делает, это разрастание, оно может начать озлокачествляться. Из раков это, в общем-то, достаточно спокойно текущее заболевание. То есть если мы убираем вот этот рак в кисте, то, как правило, прогноз очень благоприятный. Но это надо обязательно делать. Для того, чтобы не доводить до этой истории, мы кисты всё-таки стараемся каким-то образом убрать. К моему великому сожалению, поскольку у вас образования тканевые, вот этот вот лёгкий и амбулаторный метод нам не очень подходит. Множественные фиброденомы в обеих молочных железах, в общем-то, представляют для вас серьёзную опасность. Но учитывая то, что они образуются достаточно стремительно, я буду предлагать вам хирургическое лечение. Мастопатия – это доброкачественное заболевание, при котором патологически разрастается ткань молочной железы. Как правило, такой процесс может возникнуть из-за гормонального дисбаланса. Мастопатия может появиться в любом возрасте, а после 40 лет – у каждой второй пациентки. В первое время болезнь проходит бессимптомно, но в дальнейшем могут появиться боли в молочной железе, уплотнения, которые могут переходить в рак или сарком. Поэтому, независимо от выраженности заболевания, при первых признаках мастопатии следует обратиться к врачу. Единственное, что нам нужно с вами решить, это будем ли мы удалять каждую фиброаденому, то есть пытаться убрать все фиброаденомы, оставляя ткань железы, либо мы уберем ткань целиком вместе с этими фиброаденомами, возможно, с какими-то зачатками, с формирующимися узловыми образованиями, и будем уже осуществлять определенную контурную пластику. Раз есть такая тенденция к фиброаденому, у нее и у мамы фиброаденоматоз. Желательно убрать ткань целиком, оставить подкожную жировую клетчатку. Под мышцы поставить экспандеры, чтобы постепенно растянуть молочные железы до желаемого объема, и после этого поменять на имплант. Внешне, на самом деле, вы будете выглядеть так же, как вы и выглядели, потому что у утраченной ткани молочной железы вместо вот этого объема мы поместим экспандеры. Экспандеры мы будем накачивать физраствором, и в конце концов мы дойдем до вашего привычного объема, а можем, если есть желание, даже немножечко увеличить грудь. Конечно, такой вариант предлагать пациентке молодой, не рожавшей, не кормившей, это немножечко такая сложная ситуация. Решение принимается совместно с пациенткой, иногда там какие-то близкие люди привлекаются к этому, потому что пациент после этого кормить грудью не сможет. Это, с другой стороны, риски того, что эти фиброаденомы, которые имеют тенденцию к росту и было прослежено с помощью ультразвукового исследования, что не увеличиваются эти образования. Они могут переродиться в такое опасное заболевание, как саркома. На фоне узловой мастопатии, как проявлению фиброаденомы, мало что можно в жизни. Вы не можете использовать гормональные контрацептивы с преобладанием эстрогенов, вы не можете использовать тепловые процедуры. Очень ограничена в вашем случае физиотерапия. И, в общем-то, хотелось бы, чтобы вы такая молодая красавица, жили полной жизнью и совершенно не волновались о вашем будущем. Единственным минусом, который в предлагаемом мной лечении – кормление грудью в этой ситуации невозможно. Молочная железа, в общем-то, она предназначена для того, чтобы женщина кормила ребенка грудью. Ну да, мы удалили, да, это все-таки определенная хирургическая агрессия. Женщина просто не кормит этой грудью ребенка. Все на этом. Поэтому вот когда иногда даже бывают у нас такие споры, как же женщина будет рожать? Нет, она нормально будет беременеть, она нормально будет рожать, – она будет жива, здорова, ребенка и будет счастлива. Масса органов, которые синтезируют гормоны, но основные являются гипофиз, гипоталямус, яичники и щитовидная железа и коронопочечников. Сам орган молочной железа, она не является гормонным органом, который продуцирует, она имеет лишь рецепторы. Множество рецепторов, которые призывают гормоны к молочной железе. Для самого важного дела – это лактация. Гормональный фон напрямую влияет на здоровье и внешность женщины. Эстрогены – главные женские гормоны, которые контролируют формирование вторичных половых признаков, поддерживают тонус сосудов и помогают переносить стресс. Но всё это происходит только при условии правильно организованной гормональной системы. Если баланс нарушается, начинаются проблемы. Молочная железа является органом-мишенью, которая не имеет своих гормонов, она привлекает гормоны из гормональных органов – пролактин, эстродиол и прогестерон. Если пролактин превышает нормы, обменный процесс в молочных железах усиливает. И, соответственно, рецепторы скапливаются, именно эстрогены, начинают делить свои клетки в неограниченном количестве, что приводит к образованию злокачественных опухолей, фиброзов и миом. Миом и матки – это тоже всё связано. Уровень гормонов чаще всего определяют по крови. Материал для исследования берут из вены натощак, а затем отправляют в лабораторию. Как правило, такая диагностика занимает несколько дней. Человеческий организм производит более 100 гормонов, поэтому какие именно анализы нужно сдавать, может сказать только специалист по результатам осмотра. Исследования на гормоны помогают в диагностике серьёзных заболеваний половой сферы, внутренних органов и даже психических состояний. Чтобы добиться гормонального баланса, необходимо регулярное обследование организма. Организм женщины постепенно увядает, то есть выработка гормонов происходит всё меньше и меньше. Соответственно, женщина после 50 лет подвержена именно снижению, острому снижению эстрогенов, пролактина, прогестерона. Соответственно, здесь приходит климакс. Не каждая женщина пойдёт на диагностику к гинекологу. Она чаще всего идёт в аптеку, покупает травы и, соответственно, их пьёт. Это в корне неправильно, потому что необходима приём эстрогенов и прогестерона. Я уже подумала, и учитывая все риски, учитывая весь объём информации, которую я получила, я склоняюсь к варианту полного удаления тканей. Ну и прекрасно. Тогда будем планировать операцию, будем намечать день и, в общем-то, двигаться к вашему полному выздоровлению. На момент, когда я пришла к Алле Фёдоровне, у меня было уже 17 фиброденом. И один из врачей, с которыми я общалась до неё, хирург, она предложила мне удалить их под местным наркозом, ну, грубо говоря, те, которые достану. Но у меня вообще шарашил такой вариант, потому что в чём тогда смысл? Решение, которое предложила Алла Фёдоровна, эта операция, мне далось не просто, мне понадобилось время, чтобы его принять и понять, что в данном случае операция будет единственным явным решением. Сейчас Марина в операционной. Добровольное удаление молочных желёз без каких-либо явных заболеваний – непростое решение. Но оставаться спокойной, зная, что в области груди продолжают появляться опухоли, ещё сложнее. Именно поэтому Марина доверилась доктору Кардашовой, чтобы больше не бояться за своё здоровье. Это подкожное удаление молочной железы или простая мастектомия, будем так говорить. Если мы сравним ту ситуацию, что пациентка отказывается удалять молочные железы, и мы начинаем искать по груди эти фиброденомы. Вот найти эти 17 фиброденомы в груди, плотной фиброзной груди, нерожавшей женщины, это гораздо сложнее, чем спокойно в одном блоке удалить всю ткань. Поэтому даже по времени, если бы мы искали эти фиброденомы, я думаю, что у нас бы заняло это больше времени, было бы более проблемно, и был бы риск что-то оставить в груди. После тщательной обработки рабочей поверхности доктор Кардашова делает аккуратный надрез по ореоле, чтобы удалить ткань молочной железы вместе со всеми новообразованиями. Дополнительных разрезов в данном случае не требуется. Это позволит сохранить эстетику, так как швы после заживления будут практически незаметны. Во время такой операции есть ещё некие сложности. То есть у нас есть сосково-ареолярный комплекс, и этот сосково-ареолярный комплекс кровоснабжается с помощью ткани молочной железы, там проходят сосуды, и по коже. Когда мы удаляем ткань молочной железы, то получается, что ореол кровоснабжается только со стороны кожи. Иногда при таких операциях возникает ишемия. Именно благодаря тому, что мы используем экспандеры, ишемия это немножечко меньше, будем так говорить. То есть без натяжения ткани находится. Чтобы предотвратить различные постоперационные проявления гематомы и сером, перед установкой экспандеров доктор Карташова сначала вставляет дренажные трубки. В дальнейшем это позволит избежать образования капсулярного фиброза вокруг установленной капсулы, а также будет профилактика отёка, который может возникнуть после операции. Мы посмотрим, как будут швы заживать, и когда мы будем менять экспандеры на имплантаты, то, соответственно, мы решим, нужно ли ей дополнительно татуаж, ну и она сама решит, насколько её будут пугать эти минимальные косметические швы, либо они практически будут не видны. Будут маленькие такие бледные ещё дырочки от дренажей. Большое количество жидкости будет выделяться в первую неделю, поэтому дренажи мы, конечно, поставили. Вакуумное дренирование паридону – это основной метод физической антисептики. Он обеспечивает отток содержимого ран и уменьшает полость после хирургических вмешательств. Постоянное дренирование ран происходит за счёт отрицательного давления. Таким образом, продукты распада тканей и микроорганизмы выделяются и эвакуируются через трубку в специальную ёмкость. Кроме того, через дренаж в рану можно вводить растворы антисептических препаратов, антибиотики и протиолитические ферменты. У неё два активных дренажа в виде гармошек, дренажей паридону, которые наполняются, там порядка 250 в каждом дренаже, наполняются сперва сукровичным отделяемым, потом сирозное отделяемое. И когда наполнение будет 50 и меньше, мы дренажи, конечно, уберём. Ну, как правило, неделя идёт на выхождение с дренажей. Но всё это мы обговорили. Отсутствие дренажей ухудшит качество операции, поэтому, конечно, сейчас походят в свободной одежде, ну что делать. После полного удаления тканей молочной железы доктор Карташова приступает к установке экспандеров. Это специальная силиконовая капсула, которая растягивает мышцы и кожу молочной железы до необходимого размера. Во время операции экспандер заполняют до 150 мл. Это первая доза раствора, которая необходима для корректной установки капсулы. Последующие наполнения будут осуществляться уже после операции с разницей в две недели. И только после того, как необходимый объём будет получен, Марина может осуществить второй этап операции и заменить экспандеры на постоянные протезы. В том случае, когда мы сразу ставим импланты, у нас могут они смещаться за счёт вот этой жидкости. То есть как в жидкости будет двигаться этот имплантат и будет не очень красиво. Поэтому вот мы ставим экспандеры, мы их фиксируем определённым образом. Пациентка уходит с дренажами. Операция подходит к концу. Доктор Карташова послойно накладывает косметические швы таким образом, чтобы в дальнейшем заживление проходило на границе орёлы и кожи. Шов со временем побледнеет и будет практически незаметен. Теперь Марине останется только потерпеть реабилитационный период и выбрать время для последующей установки имплантов. Я могу сказать, что в общем-то даже в моей клинической практике были примеры ситуации, когда множественные фиброаденомы переходили в саркомы. И в общем, это очень опасная ситуация для жизни пациента. Наша пациентка очень разумная девушка с очень такой какой-то позитивным настроем. И в целом мы всё, что хотели на операцию, мы, конечно, выполнили. Прошёл месяц. Реабилитационный период Марины почти завершён. Специальное бельё для поддержания груди, дополнительный дискомфорт, который пришлось потерпеть после операции. Сейчас Марине больше ничего не угрожает. Но впереди ещё одна операция, но уже по восстановлению эстетики. Операция прошла на удивление легко. Я, наверное, готовилась к чему-то более тяжёлому, к худшему. Хорошо перенесла наркоз. Через два дня я гуляла, ходила, нормально ела. И в ближайшее время я планирую встретиться с Аллой Фёдоровной, чтобы обсудить второй этап операции, подобрать. Импланты, обсудить все детали. И через 3-4 месяца я планирую сделать вторую операцию. Мариночка, рада вас видеть. Как себя чувствуете? Боль присутствует постоянно, но она слабая. Это просто ощущение, как боль после зала. Боль в грудных мышцах. И она немного сильнее с утра, наверное, потому что ночью я не двигаюсь. Я сплю, и поэтому на утро я принимаю безболивающее сейчас, но в течение дня больше не принимаю. Живёте своей обычной жизнью? Вам удаётся как-то себя чувствовать комфортно? Непривычно. Нужно было привыкнуть к белью, к новым ощущениям. Но сейчас уже всё могу, всё получается. Нам остаётся увеличить объём экспандера до заявленного. Это порядка 400-450 кубических сантиметров. Но мы сможем с вами поиграть, посмотреть, нравится ли вам ваша новая грудь. Хотите вы больше, хотите вы меньше. И тогда это нам облегчит второй этап подбора имплантата. Сейчас ещё она такая плосковатая грудь просто. Но вот когда мы уже заканчивали операцию, мы посмотрели, мы даже интероперационную девушку присадили, посмотрели, что у неё всё симметрично. А до операции мы видели некоторую асимметрию. Она сейчас выглядит, как будто ей поставлены небольшие имплантики. Шов только по ореоле, нигде никаких дополнительных швов нет. И поэтому внешне это не бросается в глаза, это незаметно, и она выглядит, как совершенно обычная женщина. Приходите к нам ещё раз через недельку. Мы снова накачаем экспандер, посмотрим, как себя ведут швы. На 15-й день мы шовчики снимем, посмотрим, как у нас всё зажило. Вот так что жду вас снова у нас в перевязочной клинике. Спасибо, увидимся. До свидания. До свидания. Фиброденома – это единичная или множественная доброкачественная опухоль, которая может образовываться в тканях молочной железы вследствие гормонального дисбаланса. Если наличие одной фиброденомы можно заметить только при регулярной диагностике, то множественные фиброденомы вызывают дискомфорт и могут деформировать молочные железы. Наличие таких новообразований должно насторожить женщин. Чтобы исключить рак или сархому, необходимо незамедлительно записаться на приём к онкологу для получения точного диагноза и назначения дальнейшего лечения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова